Исследование называлось таким образом изучение текущих рисков воздействия пестицидов с акцентом на социальные аспекты применения. То есть мы не касались здоровья, мы не смотрели какие реально болезни там и так далее может вызвать использование пестицидов. Это не наша епархия, это департамент, министерство здравоохранения и так далее, здесь об этом речи не шло. Мы говорили о том, кто как использует, то есть вот это был вопрос. Исследование проводилось в рамках проекта, о котором Индира сейчас очень подробно рассказала. И здесь координация этого исследования проходила в шести странах, потому что в рамках этого проекта вовлечены шесть стран. И Кыргызстан одна из этих стран, в которой проводилось такое исследование. Методология исследования была разработана нашими партнерами общественной организацией PAN-UK. Это общественная организация, которая представляет из Великобритании. И в этом смысле методология исследования была во всех шести странах одинаковая. То есть мы таким образом были похожи. Для того, чтобы сравнивать результаты. Безусловно, огромную роль в этом исследовании играл департамент химизации защиты растений, потому что это делалось непосредственно под протекцией департамента. Основными целями исследования было выявление влияния использования пестицидов на уязвимые группы. И определение рисков этого влияния на женщин, мужчин, детей, возраст и так далее. Вот об этом, собственно, мы и поговорим. Не пугайтесь этого слайда. Это анкета. Дело в том, что мы проводили анкетирование населения. И была разработана PAN-UK и обсуждена с партнерами шести стран такая анкета. Эта анкета, она представляет собой достаточно увесистый документ на 18 страниц. И она состоит из пяти блоков. То есть один блок мы заполняем для всех. Остальные четыре блока мы заполняем в зависимости от социальной группы респондента. То есть для детей у нас специфическая отдельная анкета была. Для фермеров, которые непосредственно сами используют пестициды, другая анкета. Для семей и фермеров третья анкета. Для сезонных рабочих четвертая. Анкеты различались спецификой вопроса. Потому что в зависимости от специфики целевой группы мы пытались выявить некоторые специфические моменты, о которых мы вам сейчас расскажем. Общая информация. Вот обратите внимание, было опрошено во всех шести странах по 200 человек. То есть это понятно, что это немного, это небольшая выборка для страны. И наверное мы можем говорить больше об обследовании. Конечно. То есть размер, количество не такое большое. Исследование было проведено сначала, мы думали про две области. Самые показательные, чуйская и джалалабацкая. Как сначала вообще говорили про Орскую, но департамент химизации говорит, нет лучше джалалабацкая. И действительно это одни из самых таких серьезных областей с точки зрения использования пестицидов и количества складов, ускоривших пестицидов. Поэтому фокус был на две области. Чуйская и джалалабацкая, но при этом мы прилетали в Орш и решили, ну а чего бы нам не заехать еще с два села. И включили туда и Оршскую область. Потому что, если честно, начиная это исследование и шагая степ-бай-степ по этому исследованию, у нас все больше и больше появлялось интереса. А что же происходит? А что происходит, мне сказали, как это. И мы много сюрпризов, так скажем, для себя вывели, которые мы хотим с вами поделиться. 13 сел было включено в исследование. И в каждом исследовании, в каждом селе была проведена фокус-группа. То есть фермеры собирались, где-то порядка 10 человек, и мы с ними разговаривали. А что, как происходит и так далее. То есть были анкеты, были фокус-группы. И вот обратите внимание, количество людей, да, то есть всего 200 мужчин у нас оказалось больше всего, потому что фермеров, больше фермеров мужчин. Но при этом, значит, женщины 70 и дети порядка 30. Это карта Сюнг, то есть вот обратите внимание, вокруг Бишкека, в Пачуйской области, и Джалават-Ош. Общая информация о участниках нашего исследования. Ну вот обратите внимание, тут уже по полу мы сделали разбивку, потому что в ходе исследования мы увидели ряд гендерных установок, которые на сегодняшний день важны для этого вопроса. Ну вот фермеры, да, у нас большая часть мужчин, и лишь 6% от всех опрошенных были женщины. Ну и домохозяек вы видите ровно обратно. Другое, это административные, это сотрудники местных администраций, это учителя, врачи, у которых тоже есть имение и наделы, но для которых ферма не является первичным заработком, да, но при этом они тоже работают на землях и используют химические вещества. Образование, обратите внимание, все-таки у нас народ очень образованный, надо сказать, да, то есть это среднее и высшее в основном образование. То есть целевая группа у нас, ну как получилось, мы не выбирали по образованию, да, но так получилось, что довольно большое число респондентов были образованы. Основные культуры, которые возделывались, и на основании, вот видите, культур довольно много, большой список, но три основных, самые большие культуры, это кукуруза, картофель, помидоры, то есть в тех местных сообществах, которые мы смотрели, конечно, там были много и кормовых трав, где пестициды практически не используются, вот, но при этом, видите, спектр довольно большой. Размер фермы, вот вы знаете, очень сильно варьируется размер фермы в Кыргызстане, у некоторых 50 гектаров, а у некоторых меньше одного, где-то три, то есть и так далее. Ну вот вы видите, меньше трех гектаров, это практически 54% ферм, где меньше трех гектаров. Вы увидите, что через момент, когда я буду говорить о типах опрыскивания, это тоже имеет свое значение, каков надел, каков размер фермы. 3,10 гектар, видите, это 29% вот красный, и больше 10 гектар, это 17%. И нужно сказать, что в южных областях все-таки наделы ферм меньше, чем в Чуйской области. Ну, видимо, это связано с плотностью, да, населения. По респондентам, которые непосредственно работают с пестицидами, в основном, обратите внимание, из всех опрошенных, это было практически 85% мужчин и 50% женщин. То есть женщин меньше работают с пестицидами, но при этом это количество довольно высокое. По задачам, да, то есть обратите внимание, кто, какие задачи специфичны для какого пола. Применение пестицидов специфично для мужчин, а утилизация контейнеров, обратите внимание, для женщин специфично. Смешивание пестицидов для мужчин, привоз пестицидов для мужчин, а складирование пестицидов для женщин. Ну, то есть обслуживающие работы некоторые, да, они специфичны для женщин. А поставка, применение само для мужчин. Почему нам это важно? Потому что мы увидим, как распределяются риски. Как распределяются риски между мужчинами и женщинами, ведь это очень важно. Вот, обратите внимание, покупка пестицидов. Вы знаете, большой вопрос, большая проблема. Вот покупка пестицидов, у нас был вопрос, и он звучал так. Покупаете ли вы пестициды в лицензированных магазинах или в нелицензированных? И так, поэтому, вот этот вопрос так и звучит. Но мы задавали его, как вы понимаете, несколько по-другому. Потому что в Кыргызстане на сегодняшний день нет разрешений в законодательстве на продажу пестицидов. Таким образом, мы не можем говорить, лицензированный этот магазин или нелицензированный. Мы говорили о специализированном магазине. То есть покупают ли фермеры этот пестицид в специализированном магазине. И обратите внимание, покупка 35% только покупают в специализированных магазинах. А все остальное, 65% покупка в не специализированных магазинах. Вот почему это важно? Вот дело в том, что при опросе, когда мы задавали вопросы, в том числе по поводу этикетки, и откуда люди узнают, как правильно использовать пестициды, нам говорили, я прям буду зачитывать, если вы не против, некоторые маленькие комментарии с интервью, которые нам давали люди. Ну вот, например, житель села Шарков, это Оржская область, фермер. Я не читаю инструкцию на этикетке. И все делаю по указанию продавца. Потому что этикетки часто на иностранном языке, или их трудно понять. Но вот обратите внимание, значит, как важно слово продавца. Что говорит продавец? В зависимости от того, что продавец сказал, в зависимости от этого, человеку применяют эти пестициды вот так или по-другому. Например, хочу, вот если вы не против, я буду сразу по ходу приводить некоторые примеры, которые вот меня очень затронули, пока мы проводили это исследование. Например, в селе Джанупахта, это не так далеко от Бишкека, да, от города, там выращивают капусту в основном. И вот один из фермеров рассказал нам, ну да, он говорит, бывают ошибки в использовании пестицидов. Вот, например, один раз мы использовали что-то, какое-то вещество. И капуста у нас покрылась вот такими вот кухарями, шишками. И что это было? Не знаем. Нашли мы какого-то знакомого агронома, принесли мы эту капусту. Он говорит, да, что-то вы ее отравили. Ну и выбросили мы это все. Я говорю, да, вы выбросили. Мускату скормили. То есть, понимаете, как важно, вот эта цепочка информации, как использовать пестициды, какие тогда могут быть риски. Они у нас зачастую застревают на продавце. А продавцы у нас, теперь опять же вопрос, где покупают люди пестициды в селах? Когда это рядом с Бишкеком, и мы вот увидели, села, которые находятся близко, недалеко от Бишкека, Ивановка, Красная Речка, по трассе, да, сутка. И эта ситуация совершенно другая. Они очень хорошо знают ряд магазинов, которые специализированы, замечательные магазины на Пучика находятся. Мы там с вами были. Прекрасно там есть консультанты, которые могут проконсультировать. И туда даже приезжают иногда фермеры США из других областей для того, чтобы получить консультацию. Так вот у них с этим все хорошо, потому что они знают, где покупать, получают консультацию, как и так далее. А если мы заглянем в села чуть дальше, где сложновато добраться до Бишкека, не каждый раз поедешь, мы видим, что пестициды продаются в обычном сельском магазине. А что такое обычный сельский магазин? Это как народный в Бишкеке. То есть там продается все, начиная от макарон, хлеба, грабли и пестицидов. То есть получается при этом, конечно же, продавец, который продает, он может быть далеко не специалистом. Да, по этому вопросу. Кроме того, вот буквально мы были на Оржском рынке, мы просматривали ряд продавцов и магазинов, где продаются пестициды, и у нас есть большая разница. Есть замечательные магазины, в которых торгуют профессионалы, и есть магазины, которые маленькие совершенно, которые продают вот таких вот, например, маленьких бутыльков из-под пенициллина, ВИ-58. А теперь вопрос вам, коллеги. Как вы считаете, производитель пестицидов производит ВИ-58 в таре от пенициллиновых бутыльков? Нет, нет. А как они тогда туда попадают? Упакуя. Конечно. И дальше, смотрите, у нас, соответственно, целый класс вопросов, что, скорее всего, кто-то сидит и развивает ВИ-58 в эти маленькие пузырьки. И, к сожалению, наша система, из-за того, что в законодательстве нету этого момента, у нас система не может это отрегулировать, да, вы видите, и вот тут вот тоже вопрос, как? Но при этом обратите внимание, что большинство считают, что покупают пестициды в оригинальном покупке. То есть они видят, что там написано что-то, да, то есть большинство наших респондентов так считает. Ну, с этикеткой, да, то есть были выявлены сложности. В основном, большее количество касается непонятности. 63% говорят о том, что термины, которые употребляются на этикетке, недостаточно понятны. А вот обратите внимание на вот этот аспект, что обучение, кто обучался использованию пестицидов. И вот вы увидите, что обучался использованию пестицидов практически 74% наших респондентов не обучались использованию пестицидов. То есть у них нет специфических навыков и знаний, да. Обучался, но не помню когда, у нас тут 16% когда-то обучались. Обучался менее 5 лет назад, то есть был такой, и обучался более 5 лет назад. И я думаю, что вот эта вот часть, да, это те люди, которые сотрудничают с ВАН, с департаментом химизации, те, которые сотрудничают с Агролидом, да, с теми структурами, которые вишний день есть. И вот обратите внимание по поводу специфики гендерной разбивки. Кто стирает загрязненную одежду? Ну, тут можно даже и сильно не анкетировать, мы сразу видим, кто. Это женщины старше 18 лет. Но по загрязненной одежде у нас был такой момент, что очень часто, вот даже приведу, приведу кейс, да, небольшой, растение опрыскиваем в обычной одежде, рабочей, в которой мы, конечно, на поле работать. Мы не стираем до конца сезона, а как сезон заканчивается, мы выбрасываем эту одежду. Некоторые стирают одежду после опрыскивания, и те, кто стирает, это делают женщины, да? Но делают это их жены. Стирают вручную, и иногда вынести в другой одежде. То есть, обратите внимание, да, вот, где тоже сложность. Есть хорошося машинка, да? А получается, что зачастую они ее вообще не стирают. Обработали, на следующий день одели и дальше пошли. А, соответственно, вот эта вот степень воздействия, время воздействия химического вещества, оно растягивается. То есть, раз он бы один раз получил, да, это воздействие, а тут он каждый день его получил. Складирование. Складирование. Большинство фермеров на сегодняшний день не складируют пестициды на ферме. Потому что они покупают ровно столько, сколько им нужно. А вот столько надо, обработать, и все. Да? Но те, кто складирует, обратите внимание, где и как. Пестициды хранятся вне дома, но не защищены. То есть, чаще всего это гараж. Ну, или это... Были у нас несколько случаев, когда люди хранили, например, на чердаке, да? Туда, куда невозможно пройти. Ну, другим, например, детям там и так далее. Но вот это сарай, гараж, то есть где-то, куда может любой зайти. Пестициды хранятся в доме. Речь шла о каких-то... о погребах или о складовках. Это дом. Пестициды хранятся в доме и не блокированы. То есть, если здесь они вообще отдельно хранятся, и они знают, что они не это, то здесь они хранятся в доме, там рядом с другими, например, с моющими средствами. Пестициды хранятся вместе с продуктами. Обратите внимание. То есть там, где картошка, туда и рядом складывают. И это было, ну, я считаю, что довольно большой процент. Все-таки 6 процентов это много. Теперь по поводу утилизации контейнеров. Куда же деваются контейнеры? Здесь у нас есть неплохой момент, что 94 процента контейнеров из-под пестицидов не используются повторно. Но при этом повторно используются порядка 6 процентов. И вот здесь вот обратите внимание, 6 эти процентов, часть для горюче-смазочных используются, они говорят, ну, мы там, большая часть для горюче-смазочных используются. А часть, вот эти 3 процента, они используются для того, чтобы перемешивать там еще пестициды. Но были у нас случаи, когда они просто иногда валялись на полях и дети даже футболами играли. Вот это то, что мы зафиксировали. Утилизация. Что, ну, прокалываются 3 раза и промываются, это миф. Не бывает. То есть у нас такого нет. 3 раза промываются. Есть. Иногда есть. И после этого они вот хранятся для горюче-смазочных, например. Это вот те, кто их вторично хотят. Просто выбрасываются в поле. Довольно много. Все-таки 27 процентов. Основная часть все-таки сжигает. И часть закапывает. Но вот, исходя из того, что мы говорили, основная часть сжигает сразу после того, как используют. Сразу после того, как обрыскивают поле. Мы задавали... Один из вопросов был по поводу водоемов, которые рядом. Для чего они используются? То есть водоем рядом с тем, с полем, которое обрыскивается. Для рыбалки используется, для купания, для стирки. В основном для питья скота. И смотрите, очень большой процент все-таки для питья людей. То есть порядка 24 процентов. А и так много. При этом у нас в рамках нашего исследования есть возможность провести анализ качества воды и качества почвы кое-где. Другой вопрос, что сейчас, пока пестициды не используются в зимний период, это бессмысленно. Поэтому мы решили, что мы это сделаем чуть похоже, когда пестициды будут использоваться. Как предупреждаются окружающие о том, что была проведена обработка? Никак. То есть чаще всего ничего не предпринимается, это 52 процента. Оповещаются устно. Но что это значит? Это значит, что зачастую, когда происходит обработка, все остальные в селе знают, что там... Ну, все очень. У нас же небольшие. И каждый знает, что там у кого происходит. Поэтому зачастую нет необходимости там бегать и говорить, а я все не обрабатываю, да? Зачастую в селах есть такая система договоренностей, когда существует, например, один или два, там несколько тракторов для обработки полей. И люди становятся в очереди для того, чтобы обработать свою поле. То есть сегодня обрабатывает там семья это, завтра вот это, послезавтра вот это. И они таким образом знают. Но знаки предупреждающие установлены только... Устанавливаются только в 3% случаев. Ну вот теперь по поводу отравлений пестицидом. Вот, спасибо большое кулинарии с департамента ДГСФ, Минздрав. Мы сделали запрос в Министерство здравоохранения по поводу отравлений. И действительно не так много информации у Министерства здравоохранения. Я думала, что будет, наверное, сама, поэтому мне про это расскажет. Но когда мы стали задавать эти вопросы нашим респондентам, мы увидели вот что. Ну, 55% не сказали нам о каких-то симптомах, то есть мы, соответственно, считаем, что у них некуда отравлений. Но при этом обратите внимание, что 40% они сообщили о симптомах, когда не работая с пестицидом. То есть они говорили, да, вот я непосредственно не опрыскиваю, но я когда ходила, я когда складывала или я слышала. То есть вот эти разговоры были, и буквально 5% они рассказывали про себя, я отравился. Но это связано с чем? С тем, что люди стараются не говорить о своих болезнях. И, конечно же, практически никто не обращается в учреждения здравоохранения. Ну вот я прочитаю несколько комментариев наших респондентов по этому вопросу. Пять лет назад мой сын отравился пестицидами при опрыскивании растений в огороде. Вдруг его стало кошнить, у него появилась слабость, он начал жаловаться на головную боль. Мы к врачу за медицинской помощью не обращались. Он полежал дома полдня, мы его лечили молоком и раном. После этого ему стало лучше, и он продолжил опрыскивать огород. Вы знаете, практически большинство тех, кого мы опрашивали, они говорили, что, а что тут такого? Ну полдня голова повалит, и мы айран выпьем. Айран же у нас качественный очень, он экологически чистый, он все уйдет. И ничего нет. То есть практически все говорили так. Вот, например, женщина из села Октябрь, Жаловатская область. У нас очень много случаев отравления пестицидами несовершеннолетних детей, так как они выполняют всю основную работу вместе со взрослыми. Но, как правило, они не обращаются за медицинской помощью, потому что у нас такой менталитет. Мальчики должны быть сильными, мужчинам не свойственно проявлять слабость, и тем более обращаться за медицинской помощью из-за пустяков. То есть вот эта установка гендерная, что мужчина должен быть сильным из-за того, что у него там голова заболела или там затошнило его, никуда он не собирается идти. Пример из населенного пункта в Чуйской области, Сретенка, село Сретенка. И там мы разговариваем с одним мужчиной. Он говорит, да, я недавно обрабатывал картофель, и я обрабатывал со своим коллегой, ну, со своим другом, я позвал его из другого села, так он оказался таким слабаком, не успел пройти двух рядов, уже сел вот так вот, ему плохо, голова болит, а я вот каждый кост в два раза больше обрабатываю, мне ничего. То есть, понимаете, да, есть эта установка, что если человеку становится плохо, то к врачу, ну, лучше не ходить. Но при этом нужно сказать, что основная группа, да, которая подвергается отравлению, это молодые люди. Это мужчины, мальчики, молодые люди активного, трудоспособного возраста. Потому что Аксакал никогда не пойдет травить. Ну, очень редко, если у него нет сыновей, если у него никого нет, тогда только. Но, больше всего, этими работами в селах занимаются молодые люди. И вот именно они, в первую очередь, подвергаются отравлениям на полях. С точки зрения отравлений, мы брали интервью также у медиков, и мы сегодня постараемся показать это видео медика, который нам про это рассказывал. Вот, обратите внимание, сообщение об отравлениях мужчины женщины. То есть, те, кто не работает с пестицидами, среди мужчин было очень небольшое число, 2%, которые сообщили о симптомах отравления. И женщин было больше, 9%, которые говорили о том, что они непосредственно сами не обрабатывали, но зашли на поле или еще что-то делали, или мешали, да. И вот они говорили об этом. И те, кто работает с пестицидами, точно так же, видите, мужчины гораздо больше нравится, женщины меньше. Но, тем не менее, процент высот. Теперь обратите внимание, дети и взрослые, дети также обращают, также сообщают об отравлении. Где-то порядка 24% опрошенных нами детей говорили о том, что они испытывали те или иные симптомы. И взрослые, порядка 45% опрошенных нами людей говорили о симптомах. То есть 45% это больше 90 человек. И в этом смысле статистика, обратите внимание, не видит этого. То есть медицинская статистика не видит, потому что они не обращаются. И эта проблема находилась в тени, да, в нейтрансмассе. Вот по полу когда же травятся, да, то есть когда происходит отравление? Ну, у мужчин, когда они применяют. У женщин, когда они очищают опрыскивающие оборудование. Когда они утилизируют контейнеры, но чаще всего промывают, да, вот тогда, и у того, и у того пола смешивают, смешивают у мужчин больше, да, количество, складируют 67 у женщин больше и привозят тоже мужчины больше. Вот теперь каким образом, кто как использует. То есть вот порядка 50% тех, кто использовали ручной опрыскиватель, они говорили о том, что они используют, что они ощущают вот эти симптомы. И порядка 59% тех, кто работает на тракторах. То есть, соответственно, вот эти люди, трактористы, да, молодые, которые там работают, они практически довольно часто ощущают эти симптомы и часто травятся. К сожалению, оборудование, которое они используют, оно является устаревшим, кабины не герметичны, они раскрыты часто без стекол, часто они это делают в жаркую погоду, особенно на юге. И поэтому получается, что в большинстве случаев они ощущают довольно серьезные симптомы. По степени тяжести за последние 12 месяцев. Ну, у многих 44% симптомов не было. Слабо 13%, 15% про умеренно и тяжело, как люди считают, 28%. Почему тяжело? Там был специальный калькулятор в анкете, который позволял оценить степень. Мы разговаривали про симптомы, насколько, что было, сколько симптомов было. Если было несколько симптомов, их длительность, тогда автоматически этот калькулятор относил к степени тяжести тяжело. Если был один симптом и держался недолго, тогда там так-то и умеренно. То есть получается, что там был разработан калькулятор для того, чтобы вот это вот выделить. Ну, отдельно была работа с детьми проведена, да, и были интервью. Вот, буквально, если вы позволите, два слова по поводу того, как мы работали с детьми, скажет Бактыголь. Она работала у нас непосредственно с детьми. Здравствуйте, меня зовут Бактыголь, я представляю экологическое движение биом. Я непосредственно участвовала в самом исследовании. И когда нашими респондентами были дети, меня больше всего при... И когда мы их конфетировали, удивило то, что практически все дети фермеров помогают во время сезонных работ на поле. И в основном работают на полях мальчики. И как рассказал вот, например, один случай, 14-летний мальчик из села Нураба в Порской области, он рассказывал о том, что они с братом свое поле отпрыскивают сами ручным опрыскивателем. И при этом они никогда не соблюдают никакую технику безопасности, без перчаток, без респираторов, без ничего. И когда я спросила, часто ли встречаются случаи отравления, он ответил, что лично он с этим не сталкивался. Но бывает такое, что поработал на поле, потом немножко стошнет, и один раз даже было его выпало. И... или наступает немножко тошнота, слабость, при этом они просто пьют воду, отходят в тенечек, отдохнет немножко, а потом просто падают в погоде. То есть, как бы, дети сами не осознают в случае отравления и считают, что это естественное явление при жаркой погоде. Так как они в основном, а просто будут при жаркой погоде. А когда я прошла девочку 16-летний из села Арсланбол, Чалабадской области, то она рассказала, что в основном ее папа покупает пестициды в порошковом виде, потом они это все смешивают дома на обычной таре, разбавляют, потом это все при помощи пластиковой бутылки опрыскивают огород сами. И при этом все эти пестициды, которые остались с прошлого года, у них хранятся в сарае. То есть доступ, как бы, маленьких детей, скота, это все есть. И мальчик 12-летний из села Сретенков рассказал о том, что его мама является бригадиром той бригады, которая нанимается на сезонные работы. И он часто помогает ей с транспортировкой пестицидов, он наблюдает, как трактор опрыскивает, он ходит на поле часто. И он говорит, что он считает себя достаточно взрослым для того, чтобы постоянно помогать маме. И часто он рассказывал случаи, как он сам не сбавлялся от контейнера. Вот такие случаи встречались очень часто при окрашивании детей. Спасибо. Ну, буквально несколько слайдов. Задачи, связанные с обработкой пестицидами и дети. Что же дети делают? Пользуются ручными опрыскивателями. Смотрите, мальчики, довольно большой процент, где-то 23% мальчиков, которые сами пользуются ручным опрыскивателем. А чаще всего, вы знаете, ручные опрыскиватели, мы их видели, они же полудырявые. То есть там получается... Китайский, китайский. Да. То есть зачастую фермер не может иногда позволить себе качественный и довольно новый опрыскиватель. Это опрыскиватель где-то, шланги какие-то, еще что-то такое. И тот фермер, который не может нанять сезонных рабочих, он, скорее всего, и не может позволить себе качественный опрыскиватель. Поэтому вот здесь вот тоже, понимаете, риск лежит, да? Очищаю опрыскивающее оборудование. Мальчишки это делают, матери и мальчики, в большинстве случаев. Утилизируют контейнеры, то есть сжигают их чаще всего рядом с фермой. Тоже мальчишки, которые тут же крутятся, обработали, они их собрали, сожгли. Смешивают пестициды. Смотрите, тоже практически 10% деток, которых мы опросили, они это делают. Складируют, привозят на ферму, помогают смешивать и распрыскивать. То есть две задачи, которые довольно опасны, у нас стали лидерами. Пользуюсь опрыскивателем и смешивают. Это риски. Теперь по полу. Ну, мы уже говорили, по полу показали, что делают дети на полях. Смешивают или распрыскивают, упаковывают продукцию, собирают или перевозят, ну, плоды. Применяют пестициды, по сравнению с этими не так много. Окунают скот. Смотрите, мальчишки у нас в окунании скота очень активно участвуют. Именно мальчишки. Кубка. Кубка, да. Вот они кипают в спот. Применяют удобрения. Пропалывают девчонки в основном. А сажают тоже мальчишки. То есть мальчишки активнее вовлечены в эту деятельность сельскохозяйственную. И во многом, то есть представьте себе, с самого детства и до фактической зрелости у нас мужчины в большей степени подвергаются рискам отравления пестицидами. По возрасту, вот обратите внимание, смешивают в основном до 7-10-14, то есть вот 15-18 уже поменьше. Упаковывают продукцию 11-14, собирают 11-14-7-10, применяют 11-14. То есть вот этот вот возраст еще 11-14, он такой вот довольно опасный. Ну сажают, да, он рискованный. То есть получается, что по возрасту у нас вот эта еще группа достаточно рискованная. Средства защиты, которые используют дети. Ну чаще всего, вот как ты уже сказала, что в селах практически люди очень редко используют средства защиты. И основными средствами защиты, которые используются, это является платок жены, который он сворачивает и вот так одевает. То есть это самое распространенное средство защиты, дай бог, которое есть. Но чаще всего еще и вот это. Созывают белыми гензинами. Да. Ну то есть они одевают платки, как на лицо. Чаще всего дети в обычной одежде, а нет, в обычной одежде, в перчатках это делают, видите, то есть 36 перчатки. То есть это самое распространенное. При этом у нас здесь то, что очки и фарту просто по нулям, их нет. Но сапоги химически устойчивые, они, тут тоже вопрос, кто что называет химически устойчивыми сапогами. Чаще всего они это не видели. То есть если они перчатки одели, какие бы там они ни были, они уже сразу для них химически устойчивые. А у нас не было в графе просто перчатки. Ну когда даже они тряпочные, тряпочные ножи, они тоже воздействуют. Ну и вот маленькое интервью, да, мы опрыскивали растения в обычной одежде, никаких мер по безопасности мы не применяем. Я слышал несколько случаев отравления в нашем селе, но в нашем селе такое происходит совсем редко. Лично я и не сталкивался с этим. Бывает, что во время опрыскивания иногда голова кружится, немного тошнит, но и отдыхают в прохладном месте. Вот то, что говорила Бахтыкуль. Вот когда культуры распрыскивают, что делают дети? Избегают находиться на опрыскиваемом поле. Почему, когда мы спросили, а почему вы туда не ходите? Да, там воняет. Воняет, и мы туда не ходим. И они так и узнают о том, что это поле опрыскано. Оно воняет. При этом, когда был вопрос к фермерам, а когда вы можете заходить на поле после опрыскивания? Они говорили, что значит когда? Сразу. То есть опрыскивали и сразу, да? Но вот дети не ходят туда сразу и стараются не ходить, когда опрыскивают, потому что это поле. И они все знают, что это за запах. Остаюсь в доме. Ну, вот здесь это в основном девочки. Не делаю чего-то специального. Хочу-хожу, не хочу-не хожу. Иногда вдыхаю запах и чувствую, когда опрыскивают. Достаточно большой процент, да, 28. Нахождение детей. Вот если они находятся на поле, то они что-то делают. И собирают фрукты, приносят еду, остаются со взрослыми, когда они работают, отдыхают и играют. Смотрите. Достаточно большой ремонт сам. И по полу. То есть вот здесь вот мальчишки, опять же, у нас в основном мальчишки лидеры. Туда, куда, если что-то связано с полем, это мальчики, они собирают фрукты и еду приносят, и со взрослыми остаются, и играют на поле больше. То есть именно это мальчики. Вот мы показывали им фотографии, вот эти гранулы, да, и вот как они описывали. Ну, большинство говорит, я не знаю, что это такое. Кто-то говорит, это опасно, да, вот 7%. 7% говорит, это витамины. И 32% говорит, это лекарство. То есть у нас были случаи, когда маленькие дети иногда выпивали из бутылки пестициды. И буквально у нас есть видео небольшое, когда об этом рассказывали. Но это было лет 7 назад, по одному селу, и маленький ребенок полтора года выпил эту жидкость, вот, потому что думал, что это вода. Но если вы пойдете на ужский рынок и посмотрите в одном из контейнеров некоторых, да, то там продают бутылочки из-под панты, колы, спрайта, и там разноцветная жидкость. Да? И когда на ней ничего не написано, и когда я спрашивала, что это такое, продавщица берет, открывает, и после этого говорит, что это такое. То есть по запаху, понимаете? А почему мы думаем, что все по-другому? И вот этот случай, когда люди путают, путают, что находится в бутылочке, он был, кстати, в джаму-бахте тоже, когда молодой человек, у него было серьезное отравление именно из-за того, что он даже попал в больницу, так мог, по-моему, вот, и из-за того, что он выпил вместо чая, он выпил вот этот пестицин. О чем говорят дети, какие симптомы они больше всего называют? Головную боль, кашель, боль горли, диарея рвота. То есть вот свою усталость, то есть это вот эти симптомы они выделяют.